Победителем первых праймерис Республиканской партии в США объявлен ультраконсерватор Тед Круз из Техаса. Он обошел миллиардера Дональда Трампа, который считался фаворитом. Бывший губернатор Флориды Джек Буш только пятый. Среди демократов с минимальным перевесом лидирует бывшая первая леди Хилари Клинтон. На втором месте Берни Сандерс. Польская нефтегазовая компания PG&IG подала иск в арбитражный суд в Стокгольме против «Газпрома» и его дочерней компании. Предметом разбирательства стал пересмотр цен по долгосрочному контракту на закупку природного газа. Минфин США объявил о расширении списка Магнитского. В черный список попали пять человек. Среди них генерал Алексей Аничин, который работал начальником Следственного комитета до 2011 года. А также Павел Лапшов. Он ранее работал начальником управления Следственного департамента МВД. Глава МИДа Великобритании Филипп Хаммонд обвинил Россию в разжигании гражданской войны в Сирии. По мнению министра, Москва подрывает все международные усилия по поиску политического урегулирования кризиса в стране. Всемирная организация здравоохранения объявила вирус ЗИКа угрозой мирового масштаба. Болезнь распространяется очень быстро, в первую очередь в странах Южной и Северной Америки. Только в Бразилии зарегистрировано более полумиллиона случаев заражения вирусом ЗИКа. При этом власти страны не намерены отменять летнюю Олимпиаду. Главное предприятие Google, концерн Alphabet, стало самой дорогой компанией в мире. Оно опередило прежнего лидера, корпорацию Apple. Стоимость интернет-гиганта достигла порядка 570 миллиардов долларов. Капитализация Apple – 535 миллиардов долларов. Субтитры создавал DimaTorzok